Туристы почти на пороге, но у погоды свои планы. Рабочие торопятся, приводят в порядок Гачинский парк и территорию у дворца, несмотря на снег. Плац обновляют ежегодно исторически свежей гранитной крошкой. Розовой в том фундаменту царской резиденции. В дворцовых оранжереях работа не прекращается круглый год. В свое время здесь выращивали экзотику к царскому столу. Клубнику, персики, ананасы. Теперь цветы для внутреннего убранства дворца и парка. Герани, фикусы, бегонии, артишоки. Садовник старательно придает форму пышным кустам лавра. Они и еще несколько десятков видов пальм украсят тихие аллеи парка. Все по канонам 18 века. Из года в год цветникам стараются вернуть исторический облик. Впрочем, многое из тех времен в духе сегодняшних ландшафтных трендов. Присутствие в цветниках каких-то овощных культур. Сейчас очень много декоративной капусты. Мы ее тоже выращиваем. Очень многое используется, вернее возвращается. Декоративный перец, интересные сорта. По традиции парк был закрыт на просушку с 27 марта по 1 мая. За это время полсотни рабочих проделали колоссальную работу. На 143 гектарах нужно было привести в порядок газоны, убрать сухие ветки с деревьев, покрасить скамейки, расставить садовые диваны и урны, почистить водоемы, высадить новые растения. Кроме того, в парке готовятся крупные реставрации одной из переправ. Мы сейчас устанавливаем временный мост. Это новое сооружение в парке. Оно появится вдоль дороги, вдоль каменного моста, вдоль проспекта. Ну и, естественно, меняется немного маршрут посетителям парка. Готовят к новому сезону и один из самых посещаемых объектов Гатчинского парка – павильон Венеры. Двери сюда сейчас постоянно открыты. Небольшое помещение просушивают после зимы, а вот внутри еще темно. Исторически здесь предусмотрено только естественное освещение. Через несколько дней с окон снимут ставни, а вот посетители смогут сюда попасть только через неделю после открытия самого парка. Большие перемены на парковом острове любви, причем в прямом смысле знаменитому лебедю Гоши, у которого в 2019 году погибла подруга, нашли невесту. Вопреки присущей этим птицам моногамности, по словам сотрудников музея, он свил гнездо в ожидании новой подруги. Дама сердца 8-летнего Гоши с юга зовут Айсидора. Ей 4 года. Птицу привезли из Краснодарского края. Она прошла 30-дневный карантин и все ветеринарные процедуры. Только после этого состоялась долгожданная встреча. Пытался пофыркать, не мог понять, что такое происходит, а потом вроде присмотрелся, и они достаточно долго утром плавали вдвоем, без всякой агрессии. Мы надеемся, что они составят пару. Ну, наверное, в этом году мы не должны ждать продолжения потомства, но на следующий год мы все-таки ждем потомства. Красивая лебединая пара – не все сюрпризы, которые ожидают туристов в новом сезоне. После ковидных ограничений в первые выходные июля в парке вновь пройдет фестиваль «Ночь музыки». Анна Долгушина, Сергей Смирнов, Роман Квицаридзе и Игорь Баданов. Вести из Ленинградской области.